День памяти жертв политических репрессий 26-я сессия Городского совета депутатов Выездное совещание по обращению жителя Кутузовки Расширенное планерное совещание при главе города Олеге Алексеевиче Котове состоялось 26 октября О достижениях горожан, профилактике новой коронавирусной инфекции, проблеме дистанционного мошенничества и других темах расскажем в нашем сюжете Планерное совещание, которое в этот раз проходило в штатном режиме, началось с церемонии награждения Почетную грамоту Межрегиональной ассоциации Дальний Восток и Забайкалье за успешную реализацию общественно значимых проектов по созданию комфортной городской среды Глава города вручил индивидуальному предпринимателю Олегу Викторовичу Бордееву Спасибо вам за работу, Олег Викторович, благодаря вашу награду Олег Викторович, сейчас на сваре новой технологии, вы видите, входная группа делается Такой уровень, как нас поверял министерство, сказали только в Москве и в Северной Боретельске Поэтому, Олег Викторович, спасибо вам за подход, за такой диплом зоновой технологии Я уверен, что в дальнейшем будем в городе так и на таком уровне держать наше благоустройство Спасибо вам все время за работу, на жемчужины Байкала останется Мы для этого все сделаем вместе с вами Спасибо Диплом победителя всероссийского конкурса «Лидер отрасли» получила Управление культуры нашего города Возглавляет которое Светлана Геннадьевна Зубарева Звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия» получила Антонина Федоровна Кибалина За заслуги в сфере образования почетные грамоты правительства Республики Бурятия были вручены Доржо Бембаевичу Бадмацаренову, Марине Николаевне Тимоховой, Вере Георгиевне Черкошениной Благодарственными письмами главы Бурятии были отмечены Ольга Ивановна Кочергина и Наталья Михайловна Малонова Почетная грамота комиссии ПДН при правительстве Республики Бурятия была вручена Истоминой Валентине Николаевне За большой вклад в социально-экономическое развитие города почетную грамоту правительства Республики Бурятия глава города вручил индивидуальному предпринимателю Елене Анатольевне Песковой Удостоверение к знаку за любовь и верность, а также грамоту Организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в России получила семья Бобровых Анатолий Павлович и Лидия Петровна Спасибо вам всем за то, что вы были, есть и будете еще долго Новая волна коронавирусной инфекции имеет свои неприятные особенности Об этом на планерном совещании говорил исполняющий обязанности главного врача Дмитрий Евгеньевич Подольский К сожалению, поступают больные в более тяжелом состоянии, ничего не было в прошлом году Все пациенты, это пациенты, которые относятся к группе риска Люди, у которых хронические заболевания, лишний вес, сахарный диабет, заболевание сердечно-сосудистой системы И самое неприятное, время, когда у нас только от украшения состояния, очень быстро То есть вот утром мы обход делаем, видим человека, так сказать, в полную дозрительном состоянии Через час может уже заход и аниматолог Это просьба, это учесть К сожалению, это все серьезно, болезнь не очень серьезная, но мы не правы Просьба продолжать соблюдать, так сказать, меры специальной защиты, дистанцированные Носите, пожалуйста, правильно средства защиты, индивидуальной защиты, то есть маски Потому что многие из них, многие из людей, обращаем внимание, носят это просто как предмет гардероба То есть в лучшем случае нос открыт, в лучшем случае это как воротник Поэтому просьба, это учесть, не расслабляться, ну и величество Уже скоро в Севербайкальске на базе нашего лечебного учреждения будет проводиться гемодиализ Оборудование закуплено, установлено В настоящее время специалисты, которые будут оказывать данную помощь, получены Сейчас они находятся на стажировке на рабочем месте На базе больницы скорой медицинской помощи в городе Лонг В отделении гемодиализма То есть они находятся в рабочей командировке, стажируются на рабочем месте И готовится пакет документов для осуществления лицензированного данного вида деятельности К родителям школьников, чьи классы проходят карантин, обратилась Елена Александровна Тарасова Специалист управления Роспотребнадзора Если закрывается классный карантин, то есть если кто-то в классе заболевает COVID-19 Это не значит, что дети не ходят в школу, а посещают другие дополнительные образования То есть если ребенок поконтактирован с больным коронавирусной инфекцией, он должен строго находиться дома Никаких гуляний, никаких хождений на дополнительные секции, кружки и так далее Почему-то вот в этом вопросе тоже у нас возникает недопонимание с родителями Очень много поступает звонков от родителей И начинается, ну, грубо говоря, выяснение отношений А почему, а зачем, а от чего От того, что ребенок поконтактировал И он также, как взрослое лицо, является контактным лицом Ответственность за это несут его законные предстоители То есть хотелось бы на этом акцентировать внимание Что если все-таки ребенок сидит по контакту Он должен черт-ка отсидеть дома До положенного срока, указанного в предписании Согласно докладу временно исполняющего обязанности начальника полиции Рустама Радиковича Мальцева Дистанционное и телефонное мошенничество Остается одной из самых частых категорий преступлений в городе Мы на первом месте в республике По количеству, скажем так, обманутых граждан Несмотря на всю нашу профилактику То есть наши публикации в СМИ, выступления, телевидении Не знаем, как мошенники это делают Может быть, социально-экономическое положение в нашем городе И количество граждан с нормальным достатком У нас все-таки выше, наверное, чем в районах каких-то Поэтому у нас продолжаются, ну, практически ежедневно Обращаются к гражданам Сейчас уже надо отметить во втором полугодии Третий клад Значительно снизилось количество обманутых лиц Но количество лиц, к которым продолжают поступать звонки То есть эти лица к нам тоже так же обращаются Мне звонили, я не отреагировал, денег не перевел Мы также по этим фактам обсуждаем уголовное То есть если даже человека не обманули Попытка была Сейчас новые способы практически еженедельно Приходят люди и рассказывают истории о том, что кому-то позвонили Представили с сотрудниками полиции Вчера обратился гражданин Позвонили сотрудники прокуратуры Специальных средств меняют номера То есть на сотовом телефоне у человека отображается реальный номер Правоохранительных органов существующих Помимо этого звонят Также представляют сотрудниками банка И различные истории Поступила заявка на кредит Только не ваш номер, не ваша карта Поступила заявка на подмену номера в личном кабинете Только номер почему-то не на вас зарегистрирован Схем очень много И еще раз То есть себя, своих близких предупредить Сотрудники банка не звонят Не предупреждают о том, что какие-то финансовые операции происходят Ваши деньги, ваше личное дело Банк, все равно куда вы их делаете Да, ну и в случае своевременного обращения в банк То есть быстрого экстренного блокировки карты Если вдруг такая ситуация встала То есть незамедлительно блокировать карты И обращаться в банк Есть случаи, когда банк ссылает на еду Ну, это крайне редко опять же Но тем не менее, есть Такой шанс есть Одним из вопросов очередной 26-й сессии Городского совета депутатов Стала профилактика ВИЧ-инфекции На территории Севербайкальска Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции В республике Бурятия Остается напряженной На 1 января 2021 года в республике зарегистрировано 9639 случаев инфицирования В городе Севербайкальск только за 9 месяцев 2021 года Уже выявлено 6 новых случаев заболевания На 1 января у нас по городу Севербайкальск Состоял 71 человек ВИЧ-инфицированных Показатель заболеваемости был 307,7 на 100 тысяч населения Что в 3 раза ниже среднереспубликанского показателя И в 2 и 3 раза ниже среднефедеративного На сегодня в городе Севербайкальск у нас состоит на учёте 77 ВИЧ-инфицированных Среди них доминируют мужчины По городу Севербайкальск, так же как в стране у нас доминируют мужчины 42 мужчины, 35 женщин Распределение по возрастам 18-35 лет 10 человек 36-50 лет 50 человек И 51-65 лет 14 человек По социальному признаку Работающие 45 человек Неработающие 32 человека У всех заболевших на протяжении 2018-2021 года У нас в городе регистрировался половой путь передачи В России ежегодно регистрируются летальные исходы от ВИЧ-инфекции В Российской Федерации в 2020 году Умерло от ВИЧ более 32 тысяч человек Умирают в среднем возрасте Это в основном 41 год Ведущей причиной летальных исходов Остаётся туберкулёз Количество летальных исходов ежегодно увеличивалось С 1987 по 2018 год Но в период 2019-2020 годы Было отмечено снижение заболеваемости в Российской Федерации В связи с тем, что больные получали антиретровирусную терапию При этом в городе Севербайкальск у нас в 2020 году наоборот Заболеваемость выросла в 5 раз То есть если было один случай в 2019 году В 2020 году стало 5 случаев смертельных Работа по профилактике ВИЧ ведётся Согласно межведовственного комплексного плана Разработанного на 2020-2024 годы Вопросы профилактики обсуждаются на заседаниях различного уровня При участии специалистов управления Роспотребнадзора На заседаниях СПК-администрации И различных совещаниях В 2020-2021 году работа по профилактике ВИЧ-инфекции Проводится дистанционно В связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией Активная работа сейчас проводится через средства массовой информации Электронные СМИ и мессенджеры В отношении лечения Сейчас достаточно эффективные препараты Насколько мы оснащены То есть сегодня наша больница Имеет эти препараты для лечения данных больных По нашим сведениям Так как программа федеральная У нас все лекарства, которые входят в этот стандарт Они поставляются бесплатно в поликлинике, в больнице Они есть всегда в полном объёме И выдаются Другое дело, кто хочет их принимать Их же принимают прям по определённому графику Тот, конечно, у нас уходит в стадию ремиссии А кто не принимает, ну а социальные такие граждане Тот, конечно, не вылечится Ну и не уйдёт в это Ну они... Ну они... Нужно было, наверное, всё-таки инфекциониста позвать Они все предупреждены об уголовной ответственности И у нас есть определённая статья, за которую мы можем привлечь Если они кого-то заразили, зная это Но пока таких случаев, вот за сколько лет у нас ни разу мы не применяли эту статью И не устанавливали, что он заведомо зная, что он ВИЧ-инфицированный, кого-то заразил Также на 26-й сессии депутаты обсудили кандидатуру на присвоение звания почётный гражданин города Севербайкальск Прошедшая сессия городского совета была насыщенной как по количеству вопросов, так и по существу принятых решений Одним из вопросов сессии был вопрос об определении звания почётного гражданина города Севербайкальск В списке названий почётных граждан города фигурировали 4 кандидата В адрес городского совета поступило 4 кандидата по присвоению звания почётных гражданин города Севербайкальск Я напоминаю, что в соответствии с действующим положением В этом году мы можем присвоить звание почётных гражданин города Севербайкальск только одному кандидату Павел Михайлович Толмачёв является известным музыкантом, автором порядка 500 песен на стихи 56 поэтов Это рупор города. Он сколько ни работает, 40 лет жил в городе с 81-го года И везде и всюду он работал под флагом города Севербайкальск Я понимаю, что каждый достоин, но искусство вечно Гораза разрушится, а песни останутся Новолодского Константина Михайловича представил уже действующий почётник Виктор Никулинских С первых дней на БАМе, с 74-го года, начинал работу в Сталовке водителем Значит, первые, один из первых проехали сюда из Тиристазы-Воян Потом по Байкалу, когда дорога была открыта в 79-м году, они возили сюда различные грузы Значит, очень активный товарищ, дважды избирался депутатом Верховного Совета Бурятии Двенадцатого, вернее, один раз двенадцатого отзыва Дважды избирался депутатом Городского Совета депутатов Вот в будущем депутат он проявлял большую активность в своей деятельности Особенно, значит, на сессиях всегда выступал, поднимал насущный вопрос этого времени Николай Марценюк представил ходатайство на присвоение звания почётный гражданин города на Гариста Николая Григорьевича Гарист Николай Григорьевич прибыл на строительство БАМ в 76-м году из города Ленинград в качестве водителя автокрана Начиная строить наш город с чистого листа, участвовал в строительстве каждого объекта Включая жилищный комплекс и здание социально-культурного назначения Ну, в том числе, это каждый зарожник, это здание администрации, где мы сейчас находимся, ТБЦ В каждый из этих объектов было вложено частички его труда Во время работы Николай Григорьевич показал себя как грамотный специалист, профессионал своего дела В его характере всегда появлялись честность, отзывчивость, взаимовыручка, ответственность за порученное дело От имени инициативной группы Ленинград БАМ-строя с ходатайством о присвоении Сычеву Александру Григорьевичу такого почетного звания выступил Виктор Бордеев В июле 1982 года он был приглашен в город Севербайкальск, был принят на работу ПНК Ленинград БАМ-строй начальником общественного участка по строительству Прежде всего, естественно, строительство многоквартирных домов, потому что темпы нужно было усиливать строительство Ускорять, чтобы выполнить полностью задание по постановлению 561-му и объекты Соскульбита И это все было оборучено Сычеву Александру Григорьевичу лично, как специалисту по строительству индивидуальных проектов Значит, это и кирпичные дома на Ленинградском проспекте, о которых я сказал Затем важнейшие объекты города – общественный центр, ДК железнодорожников, больница, школа 11-я, здание администрации и другие объекты Большой вклад внес в реставрацию стелы ПНК Ленинград БАМ-строй, которая, естественно, была в какое-то время в каком-то запущенном состоянии Когда, естественно, пошел, так сказать, такой вот нисходящий процесс в нашем городе И вот это было восстановлено, естественно, он был организатором вот этого мероприятия В уставе муниципального образования говорится, что звание почетный гражданин города Севербайкальск Является высшим знаком признательности выдающихся заслуг перед населением города Поэтому такой вопрос обсуждался особенно тщательно Каждый депутат высказал свое личное мнение Все четыре кандидата, безусловно, являются известными в городе людьми и заслуживают присвоение такого звания Но выбрать нужно было одного человека После всех обсуждений состоялось голосование Звание почетного гражданина города в этом году присвоено Сычеву Александру Григорьевичу За его кандидатуру проголосовали 9 депутатов городского совета, что является абсолютным большинством голосов Выездное совещание депутатского корпуса состоялось на минувшей неделе Темой мероприятия стало поступившее обращение жителя микрорайона Кутузовка с проблемой состояния теплосетей Лариса Зеленовская подробнее Житель микрорайона Кутузовка обратился к депутатам городского совета по вопросу состояния теплосетей в данном микрорайоне На основании его заявления председатель совета Андрей Невьянцев организовал проведение выездного заседания депутатского корпуса Чтобы лично и своими глазами увидеть и оценить весь масштаб проблемы Как осуществлялась и осуществляется подготовка сети к зиме и какие работы были проведены Всем видно, наглядная подготовка к зиме, тарифы два раза в год стараются повышать на отопление Трубы голые, вот это на переулок Уральский идет теплотрасса, где-то косметика, все это прикрыто, рогородида Здесь вот трубы уже просто, помпы росли, вот толщина изоляции Тепловая камера 57, следующая там, тепловая камера 86, вот этот весь участок практически прикрытый косметически И все, толщина изоляции, вот смотрите пожалуйста на видеокамеру и сами смотрите Здесь мостики переходные сгнили уже за 30 лет и они лежат просто то же самое на трубах Толщина изоляции Вот холодная вода, а это правая подача, вот это обратка Ну и что, ну вот под стекло тканью, оно везде, вот оно, чуть-чуть прикрыто Все, вот эта изоляция вместо, он как мастер верит 15 сантиметров Глубокая озабоченность жителей этого микрорайона вызывает состояние теплосетей Впереди зима, теплосети по большей части в плачевном состоянии Слой изоляции составляет полтора-три сантиметра На некоторых участках труб отсутствует совсем Трубы греют улицу, а жители оплачивают коммунальные услуги, причем совсем не дешевые Вот мы почему и на сессию пригласили, чтобы послушать завтра, что планировали за лето сделать И что сделали, мы понимаем, что разово невозможно взять и начать жить в сказке Но тем не менее, какая-то работа должна, какие-то цели должны ставиться Мы в этом году планировали по культурам, в первую очередь, заменить арматуру, запорную арматуру Что мы поменяли И, соответственно, планировали и теплотрассу тоже делать Но какие-то работы по теплотрассам проводились? По теплотрассам работы, как таковые, не проводились Ну, смотрите, у нас конституционное соглашение заключено То есть мы понимаем, что жители говорят, мы сами жители города, что тариф у нас растет Он у нас за три года вырос с полтора тысяч И, естественно, возникает опрос, что вот мы видим, что тепло просто уходит Теплотрассы как бы нет То есть есть те места, которые требуют незамедлительно работы Понятно, что их много по городу А вообще, вот их планы в рамках конституционного соглашения У нас прописано как-то согласование и что-то мы это В рамках конституционных документов прописано Что планы нам предоставляются, получается, до ноября вот этого года На следующий год согласовываются, по ним выполняются Но при осмотре, когда в сентябре мы подготовку проводили, осмотр администрации На тот момент было выполнение 45% от планов Именно по ремонту тепловых сетей? Да, но они растянуты до ноября месяца У них график по ремонту сетей То есть 100% тогда еще не было Сейчас отчитывается уже теплоэнергия, что 100% И в Кутузовку мы сюда приезжали, вот на Громов Они для ремонта нельзя было в пламя, они делали Там порядка 70 метров Хорошо, у нас точно такая же ситуация, информация поступает по напрямую заречь Тоже есть такие же открытые места Вы вообще что планируете? Что вы должны были сделать? Что будете доделать? И как вообще дальше, и как мы будем в зиму следить? То есть и вот эта ситуация так и будет оставаться Которые тебя, мы вот увидели, проблему места Постараемся это все устранить Нет, ну смотрите, это проблемные места, которые просто житель нам показал И мы имеем доступ пройти У нас же много сетей, вот она вот уходит сетей И она идет там по территории Вам кто-то не дает их обследовать или как, или что? Как вообще у вас организована работа? Или так вот, то, что указала администрация или то, что... Нет, у нас все это в планах есть Все у нас заключается в материалах Мы завтра можем на сессии посмотреть эти планы и поставить в выполнение? Материалы, то, что мы выполняем по Заречке То, что мы выполняем по городу Северо-Барикальчику Здесь у нас, конечно, в планах есть Есть работы, которые мы проделали уже Значит, выполняем мы работу У нас постоянно работает бригада Бронова Мы можем посмотреть физически сейчас, что сделали в этом году? Ну, возле 5 СТП только Именно по сетям? Да Пока мы видим, пока, понимаете, позиция Даже на крайней встрече, которую мы, по крайней мере, с вашим руководством тоже пересекались Это было заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Опять звучит, что администрация города, совет депутатов компанию не поддерживает И, значит, все делают там, чтобы теплоэнерго обижают Так мягко говоря Но вот сегодня я вот и хотел увидеть вашего руководителя Чтобы вот как раз об этом и поговорить, понимаете Они отправили вас опять сегодня Не знаю, какие там большие серьезные дела у руководства вашей компании Здесь бы на месте показали бы, что сделали Но пока мы видим, что жители правы Что так оно есть И никто не подходит, ничего не делает А взрослые мы открываем нашу расчетку И при оплате коммунальных услуг И видим, что там Ну, я за квартиру стал платить уже за трехкомнатную Уже больше 10 тысяч я плачу Ну, а я так понимаю, здесь это еще цена выше? Еще больше Ну, просто, понимаете, такое создаётся впечатление Что компания заинтересована Чем больше теплопотери, чем больше угля вы сжигаете Тем это выгоднее компании Ну, как бы должно быть маленько Не маленько, а должно быть это все обоюдно Мы со своей стороны должны гарантировать оплату коммунальных платежей И так далее, и так далее И при содержании своих сетей на своих участках И в квартирах, и так далее Управляющая компания, там, содержание МКД Мы говорим о том, что там компенсаторы ставить, и так далее, и так далее А по факту выходим в поле и видим, что просто, ну, никому дело Нет до этих сетей, и все Впечатления складываются по Кутузовке Я 30 лет, с 91-го года живу Только где-то, если порыв, авария Тогда я вижу теплоэнергетиков Что-то работу устраняет Ну, чтобы планово, там, приехала бригада И работают Ни разу за 30 лет я такого не видел Ну, я, Вячеслав Александрович, если у вас что добавить У нас тоже есть конституционное соглашение, да, про которое вы упоминали Что текущий капитальный ремонт, он возложен на конституционера И прежде чем приступить, да, к ремонту любых теплосетей Сначала проводится осмотр полностью, фиксируется план И потом в течение летней подготовки КУЗП должно это все выполниться То есть вы пока этот план увидели исполнение там По адресу я увидел исполнение по факту сам А то, что я прошел ножками в сентябре Это, ну, я был 45% Получас они подали в Минстрою по отчету 1 ЖКХ Выполнение 100% можно идти и дальше смотреть проверить Вы сколько эту работу будете проводить по времени? Ну, для себя вот вы поставили, что специалисты Для себя это два дня Два дня, да, то есть Это по факту сверить, просто сверяем Фактическое выполнение Ну, мы, вы можете нам результат направить Вот в заключение после проверки Вот, что они отчитались, что 100% отработали А нам в городской сентябре направить Что вы провели проверку там с специалистами И по результатам там То-то, то-то Можем Просьба это сделать Да, отправим Ну, что комитет городского хозяйства проверит Ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий Мероприятие, посвященное этой дате, состоялось в городской библиотеке В метелях душа разметалась Все отпето мертвым снегом Хоть и мало святынь осталось Я последний берегу Пусть бы бременем неудачи Я свалюсь по чьей-то смех Русский ветер меня плачет Как оплатывает нас всех В истории нашей родины немало трагических страниц жизни Войны, суровые испытания, голод, неисчислимое количество смертей В числе испытаний, что перенес наш народ Одним из самых ужасных событий стали политические репрессии Трагедия затронула все уголки нашей необъятной страны Мало кого не коснулись репрессии Много лет прошло с тех пор Как закрыли свое существование В период репрессии лагеря особого назначения На Сервайкальской земле Акукан и Бугачан В лагерях велась ручная добыча слюды Лагеря Акукан Севенского тупик Поселок с входными воротами С осторожкой И окраульной сторожевой вышкой Внутри лагеря находились Бараки, землянки, магазин Кузница Жилые помещения для охраны Здесь отбывали наказание Так называемые кулачники и подкулачники Согласно сообщению из Афганского рудоуправления От 21 сентября 1931 года Прибытии поселок Губа Нынешний поселок Нижний Ангарск И дальнейшее распределение спецпереселенцев Для работы и проживания на родниках Акукан Было направлено 14 семей Спецпереселенцев Численностью 53 человека После закрытия поселка Некоторые его постройки Были вывезены в колхоз Соседнего села Душкачан Так, большая проходная сторожка Срубленная из лиственницы Была установлена на колхозном поле И служила для выращивания Рассады капусты После ликвидации колхоза Сторожку купил и приспособил под баню Житель поселка Нижний Ангарск Строение сохранилось до наших дней День памяти жертв политических репрессий В честь сохранения памяти о тех страшных событиях Был установлен соответствующим постановлением Верховного Совета РСФСР В 1991 году На этом у нас все Смотрите все выпуски программы События недели На каналах СТС и ТНТ Во всех социальных сетях На сайте компании Айронет И в мобильном приложении Сити Алерт Мы увидимся на следующей неделе Берегите себя и оставайтесь с нами До свидания Субтитры создавал DimaTorzok